Всем привет, друзья! С вами Болторец и мы продолжаем проходить 35 миллиметров. У меня для вас две новости. Первое. Я записываю прохождение не в один день и в прошлый раз после первой серии мне пришлось отойти. Я пытался сохранить игру, но у меня ничего не получилось. Не было такой возможности. Но я думал, выйду из игры, а потом зайду и мы начнем с того самого момента. Но нет, хуй там. Не предусмотрено здесь никакое сохранение, поэтому мне пришлось весь этот эпизод, всю эту главу проходить с самого начала, как мы ночью ходили с ведром, за водой все эти дела. Но я это сделал очень быстро. Новость номер два. Оказывается, в прошлый раз я все делал правильно. Я пришел с этой обоссанной канистрой. Нужно было, оказывается, не залить, как я думал, в бензобак это топливо, а просто положить канистру в центр. Ее даже отсюда не видно. То есть я просто не туда тыкал, а ну как бы и ладно. Ну, хотелось бы, потому что мы уже промокли с тобой. А, я должен сам управлять? Охуенно. Давайте покатаемся. Я, правда, не понимаю, в чем здесь смысл, если я не могу поворачивать ни влево, ни вправо. Ну, хорошо. Будем просто ехать прямо. Будем наслаждаться пейзажем. У меня, кстати, есть фотоаппарат, я же могу его достать. Да, смотрите-ка. Можем потом пофотографировать. Давайте, наверное, так и сделаем. Я не знаю, нам нужны вообще эти фотографии или нет, но, может быть, пригодятся. Оп. Прекрасно. Хоть на рабочий стол выкладывай. Так, напарник, улыбочку. Серьезный мужчина, что-то сказать тут. Я до сих пор, ребят, не знаю, как его зовут. Просто напарник. О, там чувак, смотри. Там выживший есть. Я могу выйти с этой тарантайки? Блядь, нихуя не видно из-за него. Так подождите, получается, здесь есть люди живые. Мы не одиноки в этом мире. А куда мы вообще направляемся? Тихо-тихо. Я должен дергать стрелки, хорошо. Еще бы знать, правильно они направлены сейчас или нет. То есть нам что, нам получается... Налево надо, что ли? Мы поехали направо. Не знаю, ребят. Он сказал, дергай стрелки, я дергаю. Вообще похуй. Конечно, будет обидно, если сейчас мы приедем не туда. Или где-нибудь там в конце нас будет поджидать тупик. А бревна что, тоже я должен, да? Или нет? Или можно их... Ну-ка, давайте еще разок. Да, не проедем. Ситуации, однако. Дружище, а ты не хочешь спуститься и убрать эти ветки? Может быть их нужно просто протаранить? Да нет, что-то не помогает. Окей, тогда мы поедем назад. Получается, все-таки мне нужно было, наверное, ехать налево. А зачем тогда этот придурочный сказал, чтобы я стрелки сам дергал? Нет, секунду, секунду. Смотрите-ка, там тоже завалено. Еще раз. А я все правильно сделал. Окей, я понял. Значит, нужно было просто разогнаться как следует. Я даже на всякий случай сейчас еще на шифт нажму. Может быть, у нас где-нибудь там даже есть нитро, ускорение. Ну что, я бенц, что ли, эту канистру, блядь. Зря я искал, таскался, блядь, с ней. Давай сейчас на полном ходу прям. Блядь. О, другое дело. Сразу бы так. Мне кажется, что мы должны остановиться, напарник. Мы должны здесь все залутать. Кстати говоря, я, когда проходил второй, получается, раз, прошлую главу, я не наступил. Точнее, я даже не пошел в тот дом, где была мина. И, соответственно, аптечка у меня сохранилась. Правда, бабку пришлось опять раскрошить. Я не хотел, ребят. Бог суть, я не хотел бабку тормошить опять. Но мне пришлось. Что такое? Скорости не хватило? Окей. Давай посильней. Нажму на шифт еще на всякий случай. Может быть, это сработает. А кто здесь разбросал-то вот это все? Может быть, кто-то не хочет, чтобы я проехал дальше? Но вряд ли эти все ветки ветром надуло. Нихуя себе, это какой-то ураган должен был быть. Че-че? Здесь раньше обслуживающий состав ходил. Материалы доставлял. Ага. Как? Да, когда-нибудь зарастет тут все. И если на ноги не встанет. Хватит мне перебивать. Когда лишаешься всего, любая мелочь, напоминающая нам о счастливом прошлом, может оказаться чрезвычайно ценной и необходимой. Давайте, наверное, мы это, ребятки, сфотографируем. Чтобы не забыть. Да, и будем на эту фотографию посматривать каждый день как напоминание. Ага, очередная загадка, да? Это я могу, могу дергать. Нам нужно куда-то загнать, наверное, этот вагон. Давайте я, наверное, сразу дерну. Это будет логично. Сперва нужно откатить вагон. А нет, смотрите, как здесь все продумано. Игра нам сама подсказывает. А похуй, что там у вагона колесо восьмерка. Вы посмотрите, как оно крутится. И колесо вообще не по рельсам катится. Ну и похуй. Нам, получается, налево надо. Окей. Ну если мы сейчас поедем налево, мы вернемся туда, откуда мы приехали. Мы что, так по кругу и будем кататься, что ли? Удачи, к нам. Ну-ка. Ох, ебать, какая скорость-то, а. Ну что ты смотришь? Ну расскажи мне что-нибудь. Господи, кто ты? Ты хотя бы скажи, как тебя зовут. Ага, ну-ка, давай. Что там у тебя? Чтобы не скучать. Что там? Что, корднуть, что ли, что есть? А, радио, что ли, господи. Я-то думал, сейчас повеселимся. А можно что-нибудь там в мажорной тональности, что-нибудь веселенькое? Блядь, ну ты и так видишь, постапокалипсис, миру пизда пришла. Что нагнетаешь-то? Ребят, мне не нравится мой напарник. Надо было другого брать. Не знаю, я бы вообще лучше в одиночестве путешествовал, чем такой. Ну зачем вот эту тоску нагоняет? Нахуй она нужна? Вот сейчас, блядь, будем ехать по прямой грустить. Часто бывает, что перед дальней дорогой нас охватывает грусть. Даже если мы знаем, что в конце этой дороги нас ждет счастье. Какого же приходится, когда осознаешь, что никакого счастья впереди нет и уже никогда не будет? Ну вот я о том и с удачу. А он еще такое музло включает. Кстати говоря, на ферме я заходил в какой-то дом, в который не заходил при записи. И там тоже стояло радио, я на него тыкнул, и оно заработало, ребят. Вместо шипа там была музыка. Тоже, по-моему, какая-то классическая. Но она была торжественная, она была веселая, мне даже понравилась. Я бы лучше то взял радио Нижелета. Так, хорошо. Проходит сохранение, и, видимо, мы куда-то сейчас должны приехать. Начинается следующая глава, следующий эпизод. Или у нас просто тупо кончился Бенц. И нам придется сейчас где-нибудь его сливать. Ах, то есть мы приехали. Ебатый шутник. Куда мы приехали, Петрович? Петрович-то я. Петрович, куда мы приехали? Надо найти чем-то цепочку с коврами. А то перелезать не хочется. Ну да. Так и жопу порвать можно. Где-то должна быть монтировка. Хорошо. Где она может быть? Здесь есть вагончик. Давайте, наверное, начнем с него. Вот здесь открывается. Да, отлично. А вот он и монтировочка. Ой, слушайте, как здорово, когда здесь все рядышком и прям все находится. Еще один аккумулятор. О, аптека? Ебатый, у меня уже две аптеки. Вчера с мужиками с охоты притащили волчару здорового. Видимо того, что у нас в последние месяцы овец воровал. Сильный был зверюга. Три пули из винтовки не сразу свалили. А радоваться пока не спешим. В округе еще полно дикой живности. Чувство такое, будто зверю слабину нашу почувствовала. Выживает потихоньку с обжитых и мест. Ну, блядь, ну, волки, они же тоже живые существа. Они тоже пытаются подстроиться под всю вот эту ситуацию. Пытаются выжить. Их тоже можно понять. Так, у меня есть монтировка, наверное, на четыре, да, мы ее или нет. То есть мы ее просто используем и все, да, и она, наверное, уже у нас пропадет из инвентаря. Окей. Гаражное общество. И рядом завод. Завод по производству гаражей. Ты идешь, нет? Местный карманный андроид. Иди за мной. Я так до сих пор и не уверен, что это человек, ребят. Все-таки есть у меня подозрение, что это андроид. Москвичонок. Убитый. Ладно, мы будем идти. У нас до... Куры? Спокойно. Ребята, здесь по-любому кто-то живет. В тех домах 100% есть люди. Да, и вон дым, смотрите, валит. Здесь куры? Ох, ебать. Ну-ка, это уже интересно. Да, вон, смотрите, люди есть. Где андроид мой? Хоть там стал? Он на Москве, что ли? Че ты там стоишь? На Москвич засмотрелся? Да не поедет он. Смотри, не смотри, блядь, не заведется. Он со внутренностями-то, блядь, не заводился никогда, поэтому его там и бросили. А сейчас и подавно. А я могу ее как-нибудь тут прикарманить? По-тихому. Ну-ка, нахуй. Блядь, нельзя. Ну ладно, тогда мы не будем безобразничать. Давайте нож спрячем. Еба у них тут сельское хозяйство развито. Вы посмотрите, их козочка еще есть. Ох, сейчас нас накормят. Ну, если, конечно, на не убьют. Хер его знает просто, как тут жители настроены к чужакам. Может быть, даже нам здесь и не рады будут. Ну ладно. Андроид вроде рядом. Что у них тут такое? Вмешаться. Я могу вмешаться? Ты меня... Эй! Мужики, в чем проблема? Гаваливай отсюда! Ну, давайте я нажму на Е. Блядь, ну я как бы не планировал. Подождите, я на кнопки нажимаю, но что-то как-то... Что-то как-то это не особо работает. Я должен один раз нажать или несколько раз нажимать? Пизда, меня запырали, нахуй. Я вообще не хотел вмешиваться. Я, блядь, просто подошел и наблюдал. Я ни на что не... Ага, получается, так не должно было случиться, да? Е, окей. Я не понимаю, я как должен, блядь, что здесь нажимать, чтобы все сработало-то? Что за бред, блядь? В этот раз я зажимал. Я просто зажимал и держал клавишу. Хорошо, давайте тогда в этот раз, в третий, я буду быстро кликать на те клавиши, которые мне тут выслали. Е. Все, нажимаю на Е. В какой момент-то я должен нажимать? Что за бред? На, нахуй. Не знаю, ребят. Как-то я все смешанно тыкал. Но в этот раз у нас получилось. Не знаю. Не особо мне нравятся вот такие вот моменты, когда все сделано через жопу, криво, и хуй пойми, как это работает. Должно быть понятно с первого раза. Спасибо, ребята. Да ни за что, старый. Если душу бы из меня вытрясли, здесь обнивых. Я как бы и не собирался, но оно так получилось. Могу приложить вам ночлег и теплый чай с малиновым вареньем. Давай, давай. Я бы еще от яичники не отказался и какой-нибудь куриный бульон. И даже не пизди, я видел курицу, у вас есть мясо. Вот так и живем. Тяжело, конечно. Но делать нечего. Словно все в прошлое вернулось. Видел у вас тут электростанция рядом. Не пробовали запустить систему? Да некому. У нас жителей в поселке осталось всего ничего. Да и из тех, кто есть, вряд ли кто-то разобраться сможет. Малой там что-то грустит. Ладно, друзья. Надеюсь, вам все понравилось. А мне пора на боковую. Приятных снов. Ну, не знаю, что нам тут могло понравиться. Я вижу пустые тарелки. Наверное, нас чем-то покормили. Окей. Привет. Поможешь мне собрать пазлы? Здорово. Ну, давай посмотрим. Я вообще пазлы люблю. Так, что ты там собираешь? О, подождите. Это котенок. Это котенок по имени Гав? Да, смотрите-ка, это он. Ой, здорово. Давайте соберем. Мне нравится собирать пазлы. Я помню, раньше у меня были всяко разные. У меня прям были вот такие вот. Ну, я имею ввиду небольших размеров. Я прям с удовольствием разбирал. Также у меня были прям огромные, гигантские. Там на несколько тысяч картины. Прям вообще здорово было. Я их собирал потом. С обратной стороны приклеивал кусок бумаги. Потом к фанерному листу. И прям получалась картина. Бля, пизда-то было. Мне же опять захотелось пособирать. Но, я думаю, обойдусь вот этим пазлом. Потому что я не понимаю, а с этой стороны-то что, как оно? Они вообще крутятся, нет? Подождите, а почему с этой стороны, вот с этой? Мне нужно, чтобы писька вверх торчала, а как бы выемка была внизу. Ну, что-то не сходит. Подождите, это что за ебанутые пазлы? Вот это идет сюда. Однозначно. Они как-то могут вообще крутиться-то, нет? Это тоже идет сюда. Это не отсюда. Получается, вот. Да, это уголочек здесь. Да стой, куда ты, блядь, не то. Вот сюда. Так, а у меня же здесь нет, получается. А, вот она, господи, я ее не видел. Блин, ну, малой, ну ты, конечно, тоже молодец. На таком столе собирать. У меня все сливается, я ни хера не вижу. Правильно или неправильно. Серьезно? Это отсюда? Ребята, пимпочка вниз. Здесь она выпирает. Она не должна сюда подходить. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Может быть, и действительно она не отсюда. Нет, это не... Вот сюда. Почему ты, блядь, с первого раза не можешь захватываться? Ты можешь мне объяснить? Что, сука, с тобой не так? Косяк! А, нет, подождите. Подождите. Нет, 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 нет. Вот, вот, нормально. Это я, еблан с липошарой. Помогли мальцу. Вспомнили детство и сделали доброе дело. Ну, ты давай, давай, пробуй. Потому что, ну, просто если ты в таком возрасте не можешь собрать элементарный пазл, то у тебя явно проблемы. Тебя в школу никто не возьмет. Так, а что нам вообще надо сделать-то? Мы вроде как должны были пойти спать. Это кто? Это наш напарник? Да. Че стоишь? Ты из какого города? Из Липецка. А, серьезно? Как же уцелить удалось? Там, говорят, совсем тяжко. А ты не хочешь сказать, как тебя зовут? Я мало что помню. Ну, очнулся на больничной койке. Трупы повсюду. Вон и пятно крови. На этаже парень был один. Все бродил по болатам. О помощи звал. А чем тут уже поможешь? Кончился парень тот. Быстро болезнь сожрала. А у меня иммунитет оказался. Выкаромкался. Теперь даже и не знаю, что лучше. Ты мне скажешь, как тебя зовут или нет? Короче, я буду просто его чмо называть. Но он мне не говорит, как его зовут. Как я должен к нему обращаться? Напарник этот слишком долго. А вдруг там... Ну, окей, можно. Да, я, знаете, с удовольствием к вам присяду. Потому что это чмо не говорит, как его зовут. Потому что если вдруг будет какой-то движняк... Я же не буду кричать напарник, напарник. Это же слишком долго. Коротко и ясно чмо. Три буквы. Нет, я, конечно, могу его еще по-другому тоже на три буквы называть. Но лучше давайте не будем в крайности впадать. Просто чмо. Вот и все. Есть еще один топор, кстати. Так, аха, у меня есть. Уберем. О. Здорово. А ты кто такой молодой? Здорово, я что-то тебя не видел. Да? Производство чего? Посмею спросить. Производство чего? Со всего городка за самогонами. А-а-а. Все понятно. Все понятно. Самогонщик дед у нас здесь, значит, гонит. Поэтому к нему и приходили бандиты. Крыша, так называемая. Да, вот, кстати, как раз он нам и рассказывает. Нет, ну а правильно. А что это? Никой себе дед такой бизнес приоткрыл. А крышевать-то кто будет? Надо, чтобы кто-то присматривал за всем этим делом. Ладно, сейчас мы к чму вернемся. Может, он нам что-нибудь скажет? Скажешь мне что-нибудь, чмо, или нет? Или я спать пойду? Пожелай мне спокойной ночи. То я буду плохо спать. Если ты мне приятных снов не пожелаешь. Ты хуй с ним. Где мне здесь можно прилечь? О, отлично. Не, на матрасе пусть чмо спит. Я буду на шелковых простынях. Да. Не гоже это Петровичу на полу спать. Наверняка нам что-нибудь приснится. А может быть, даже какой-нибудь флешбек будет. Я слышу сверчков. А это значит, что до сих пор еще ночь. Почему я проснулся тогда? У нас бессонница? Бессонница учет. Ага. Сон не приходит, спрашивает он меня. А ты сам-то хуй не спишь? Да, мне тоже не спится. Одолевают кошмары из прошлой жизни. Ну, для начала стоило бы, конечно, раздеться, чтобы спать. Откуда шрам на лице заработал? Да он из тех самых кошмаров. Автокатастрофа. Когда ты молод и полон сил, кажется, ничто тебя сломать не может. И ты совершаешь глупости. Много глупостей. Некоторые из которых потом не можешь забыть и простить себя. Самое время для охуительных историй. Вот и поговорили. Теперь можно продолжать спать. Отлично. Короче, блядь, молодой был. И он там, походу, врезался и заработал себе шрам. Так оно все и случается. Так, волочек столичный у нас на моего батареи стоит. Томится. Или она, скорее всего, пустая. Прибухнули, покурили и можно отправляться в путь. Это флешбек. Так, это прошлое. Это все еще нормальная жизнь. Если это можно назвать вообще нормальной. Так что, один. Нажимаю один. Нет, не работает. А, мне нужно набрать, наверное, номер, да? А нахуй ты один-то набираешь? Мне 9 надо же набрать. Аня новый проверчат. Почему у меня подсвечу... А, вот я должен выбирать, господи. Все понятно. Так, набираем 9. 9, 1, 8. Ебать, ну почему так неудобно? Почему нельзя было сделать, допустим, курсор мышки, чтобы я выбирал эти цифры? Или просто... Что такое? А кому я, собственно, позвонить-то должен? Или я бы просто на клавиатуре сам нажимал на эти цифры и они бы набирались. Я набрал, видимо, не тот номер, но, скорее всего, нет. Я просто на единичку несколько раз тыкал, поэтому получилась хуйня. Пробуем еще раз заново. 9, 1, 8. Теперь 30. Подождите, ну это же, блядь, это старый телефон. Там ведь вообще надо было сначала 8, по-моему, набирать. А потом уже 918, правильно? 8, дождаться гудка, вот как это было-то раньше. Ну, я думаю, должно и так сработать, потому что, ну, это было бы уже вообще пиздец. Все, пошел глубок. Да-да, Заро. Че это я не туда попал? Нахуй тогда трубку берешь? А кому я должен позвонить-то? Я позвонил по какому-то номеру, но это, видимо, не тот. Аня, ну вы, давайте Аньке позвоним, я не знаю. 1, 3, 2, 14, 08. Да, ребятки, вот так вот раньше и набирали номера телефонов. Ошибся на одну цифру, все, пизда, начинаешь заново. Так оно и было. Да-да-да, помню. Здорово, Анюх, Анюха, Анюха, здорова. Алло, Анюта, привет. Да-да-да. Ну, Ванька, ну, хуй ты молчишь, я с тобой поздоровался. Походу, обиделась на нас. Наверное, это наша подруга, и мы... Так, Анюта, это, скорее всего, наша бывшая жена, с которой мы разошлись, а Светик, это, наверное, наша дочь. У нас планируется командировка, и мы хотели заехать на недельки, как-то заскочить. Подарить плюшевого мишку нашей дочурке. Хорошо, буду ждать. Давай, пока. Ну, я думаю, что так. Именно поэтому мы сидим на голой кухне. Это даже не кухня, просто какая-то однокомнатная квартира-студия. Мы хуярим водку и курим. Жизнь пошла под откос. Да, кто там? Вы не туда попали. Да. Мы за вами гандоны. Мы за вами гандоны? Ты что, охуел, что ли, блядь? Ага, это, получается, сквозь сон. Эта крыша пришла, ребят. Нахуя себе. Серьезные ребята, а что вы сразу-то не показали, что у вас калаши есть? Я бы и не стал вмешиваться в ваши дела. Они были безоружны, правда, там у одного только был нож, но я подумал, ну и что, и ладно. Справимся. Бля, голова трещит. Ну еще бы! Какой если бы мне с приклада вырубили? Так, нас связали и нас притащили и бросили под дом, да? Так, что я должен делать? Ага, вижу. Вижу острый конец. Сейчас мы перережем веревочку. Все правильно. Так, нажимаем на Е. Ой, прекрасно. Сразу, сразу я нажимаю на ТАП. Оно ни хера не происходит. Я просто хотел проверить, а есть ли у меня топор, есть ли у меня нож. Меня не лишили всего моего имущества. Ну сейчас мы разберемся. Надо самое главное отсюда вылезти и посмотреть, где я вообще. Ну вряд ли бы меня там оставили в доме этого самогонщика. Меня, скорее всего, куда-то перенесли. Возможно даже, если сейчас нахожусь на базе этих самых бандитов. А где Чмо? Почему он не рядом со мной? Нужно выбираться. Ну я синхую, это очевидно. Не будем же мы ждать, когда они вернутся. Я пока жду, ребят, когда мне дадут управление. Это все кат-сцена, чтобы вы понимали. О, молоток. Почему я не удивлен? О, из старого притащили. Да деда-то нахуй пиздишь. А где логика? Я не понимаю. А где логика этих долбоебов? Я не понимаю. Они пришли к деду для того, чтобы его крышевать. Чтобы дед продавал самогон и отстегивал им бабло. Дед не согласен был с этим. Они просто взяли его и убили. Хотя они могли просто взять силой этот бизнес и отобрать. У деда был молец. Они могли угрожать ему. Забрать его, в конце концов. И дед бы вообще за бесплатно бы работал. И все бы им отдавал за самогон. Вон, они просто взяли его и убили. Где логика? Мда. Ебать, а ты кто такой? А? Лохматый. Куда едем, парни? Немного проверимся. И он не связан. У него руки не связаны. Подождите. Наверное, это один из бандитов. Он просто нас караулит. Если он нас угощает сигаретой, то это явно не один из бандитов. Давай, освобожу. Держи-ка. Трофей. Это все очень-очень странно, ребята. В корне не согласен. Так сказать, ляп на ляпе. Ну, если бы всего этого не было, то игра бы не получила. Куда они стреляют? По кому они стреляют? Ой, ебать, у меня еще и ствол есть. Так, давай коротким путем. Окей. Где короткий путь? В душе не ебу, я просто углядаю. Ага, хуй там. Меня пристрелили. Ну, наверное, не зря мне дали пистолет. Наверное, я должен отстреливаться. Окей. Я как раз тут недавно, ребята, начал играть в шутан. Поэтому, как бы, мне сейчас с Саимом вообще все охуительно показываю. Оп, хедшотик, на нахуй. Я не понял. У тебя голова из чего сделана? Алло. Ебланьки. Три хедшота. Блядь, зря я, конечно, встал. Значит, наушники выпадают, я их поправляю. Окей, я понял. Мне нельзя вставать. Блядь, я должен аккуратненько выглядывать из-за чима нашего и отстреливаться. Окей. Еще раз профессионально. Раз головка, два головка, три головка. Четко три хедшота. Где он там? Ага, вон он там из-за машины выглядывает. Блядь, ну там неудобно. Раз. Два. Блядь, промазал. Три. Окей. Сколько патронов я здесь не вижу? Сколько у меня в обойме патриков-то есть? Раз. Раз и все. А куда мне бежать? Дай пиди в пизде. Я дождался, когда он будет перезаряжаться, и все, и мы убегаем. Ты идешь, чему алло, нет? Ничему решил мне идти со мной. Ну, хер с ним. Самое главное выжить, и может быть, если у меня будет хорошее настроение, я приведу подмогу. А, блин, нормально так цепануло. Нужно напарника дождаться. Да нахуй он мне нужен? Он сидел там за этим ящиком и не двигался. А где он? Ты давай дальше вали. Пиздец, ему в руку попали, он идет, бежит точнее, еле-еле, как будто, я не знаю, ему там полноги отхерачили. Ну, хотя мы все прекрасно помним, как он в первой серии ходил. Поэтому удивляться здесь нечему. Блять, я без шифта боком быстрее иду, чем он прямо бежит. Ну, это что за издевательство? Ну, чего развалился, пойдем дальше. Аптечка? Есть, даже две. Да не дам я тебе аптечку, нахуй ты мне нужен. Ты мне не говоришь, как тебя зовут, я незнакомым людям ничего не буду давать. Блять, ну мы, наверное, дальше не пойдем, пока я его не отхиляю. На, хуй с тобой. Спасибо, друг. Сейчас будет очень смешно, если он достижение друг. Если после этого он сейчас просто как пуля побежит. Да, давай, пойдем. Смотрим, ребят. Нет, скорость у него не увеличилась. Но если бы он реально побежал еще быстрее, это было бы пиздец как забавно. Окей, пошли. Нам повезло, что бандиты крайне тупы. Вместо того, чтобы просто спуститься с моста и поймать нас, они на нем, блять, стоят и стреляют, хуй пойми куда. Ну, явно не по нам, куда-то в воздух, наверное. Потому что как там, блять, с десяти метров нельзя было попасть, я не понимаю. Так, и начинается, я так понимаю, у нас следующая глава, новый эпизод. Да? Где мы? Это катсцена. Или все? Или я прошел игру? Ну да, после перестрелки, конечно, надо отдохнуть, посмотреть на небо, раздышаться. И потом продолжать путь в развалочку. Да. Именно так оно все и происходит. Они чем-то похожи. Может быть, это наш брат. Ну и не факт, что они живы. Это же было давно, когда мы там говорили по телефону. Да, реально, смотрите, это один и тот же человек. Просто Петрович, он более лохматый, у него длинные волосы, ну и борода тоже подлиннее. А я как был отшельником, таким и остался. Я понял, ребята. Это все-таки андроид. Это андроид, это наш клон. Возможно, это даже терминатор, посланный из будущего, чтобы нас защитить. Но пока мы защищаем его мы. Люди вокруг. И там, и тут. А в душе одиночество. Пустота. Да-да-да-да-да-да. Все терминаторы так и говорят. Точно вам говорю. Надеюсь, хвоста за нами нет. Тоже на это надеюсь. Да корот, блядь, заброшенный, что ли. Это к Припяти мы, что ли, пришли? Чмо, ты куда меня ведешь-то? Можешь мне объяснить? Куда мы идем? Я с места не двинусь, пока ты мне не объяснишься. Очень-очень странный молодой человек. Ну что, ребятки, давайте мы тогда на этом закончим, потому что сейф прошел. И в следующей серии мы уже начнем путешествие отсюда. Слыхал о пансионате Бор? Не, не знаю, в следующей серии узнаем. Может быть, он даже нам расскажет. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем пока.